Добрый день, коллеги, дамы и господа! Я приветствую всех представителей СМИ, наших уважаемых гостей и участников сегодняшнего круглого стола на тему «Химическое оружие в Сирии. Позиция России и новые обвинения США». Обсуждение темы химического оружия в Сирии стало ключевой в последнее время. Сегодня Госдеп США в очередной раз заявил, что Россия прикрывает режим президента Башара Асада от ответственности за применение химического оружия против мирного населения. По сути, на Россию возлагают ответственность за шесть химических атак на территории Сирии за последние 30 дней. Зачем Соединенные Штаты так активно пытаются дискредитировать Россию в вопросе сирийского регулирования, какие цели они преследуют, кто может стоять за применением химического оружия, что вообще сейчас происходит в Сирии и почему не удалось продлить мандат совместного механизма ООН и ОЗХО. Обо всем об этом мы поговорим с нашими гостями. Я с удовольствием их представляю. Традиционно представляю гостей справа налево. Рядом со мной генеральный директор Российского Совета по международным делам Андрей Картунов, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев. Я приветствую на нашей площадке председателя Совета ПИР-центра, вице-президента Российского Совета по международным делам, генерал-лейтенанта запаса Евгения Петровича Бужинского. И рада приветствовать на площадке МИР России сегодня эксперта по химическому оружию, экс-инспектора ООН по Ираку, автора российских технологий уничтожения химического оружия Антона Уткина. Ну что ж, переходим к разговору. Хотелось бы напомнить, что договоренность о ликвидации сирийского арсенала химического оружия была достигнута в августе 2013 года благодаря миротворческой инициативе Москвы. В операции по уничтожению химического оружия, которое проходило под контролем ОЗХО, принимало участие не только Россия, но и Соединенные Штаты, Великобритания, Финляндия и ряд других стран всего, если не ошибаюсь, девять. Однако случаи использования химического оружия на территории Сирии были зафиксированы и после 2014 года, когда сирийские химические арсеналы были уже уничтожены или вывезены из страны. Территорию Сирии, которая под контроль на правительство Асада, тщательно проверяли, проверяли инспекторы ОЗХО, но без проверок. ОЗХО оставалась территория, которая находилась под контролем террористов, ИГИЛ и оппозиции. Ну что ж, теперь к вопросам. Алексей Владимирович, Вы в силу своей профессиональной деятельности активно мониторите ситуацию в Сирии. Почему, как Вам кажется, Запад именно сейчас начал очередную кампанию по травле сирийского руководства и одновременно России? На кнопочку нажмите и поверните к себе микрофон. Ну, Вы знаете, Запад на самом деле-то и не оставлял эти попытки, и даже никакого намека на их сокращение не было. Естественно, нужно понимать, что Соединенным Штатам, начиная с марта-апреля прошлого года, с нанесения ударов по войскам Асада под предлогом наличия химического оружия, который так и не был найден. На сегодняшний день все успехи России в политическом урегулировании нужно банально дискредитировать. Дискредитировать можно либо наличием химических вооружений, применением его против мирного населения прежде всего, и второе, показать бесчеловечности режима Асада, чтобы в очередной раз поднять вопрос о нелегитимности правительства Асада, самого Асада, и с этих позиций начать совершенно новый этап в попытке срыва и переговоров, и дестабилизации политической ситуации в Сирии. И химическое оружие здесь как нельзя кстати. Если говорить утрированно, то за последние уже 5 лет, начиная с 2013 года, условно 5 лет, после решения ОЗХО об уничтожении этого оружия, все время слышались заявления, что оно якобы есть, именно российского или сирийского производства, но так его никто и не представил. Хотя были обратные совершенно факты, когда после завершения операции по деблокированию и освобождению Алеппо были обнаружены боеприпасы с химическими веществами на складах, которые складировали боевики. И здесь международное так называемое заинтересованное сообщество в лице Соединенных Штатов не проявили никаких шагов для того, чтобы наконец-то выяснить, откуда эти химические компоненты, кто их поставил, где их произвели. И вот этот подход, он так или иначе, периодически, как только начинаются голословные обвинения о применении сирийскими войсками режимом Асада химического вооружения, эти попытки сводятся на нет. То есть никто не хочет давать объективные оценки. Именно поэтому и с ноября прошлого года не продолжилась работа в масштабах международных организаций по расследованию якобы международных преступлений режима Асада. И все сводится в поле болтологии для того, чтобы создать психоз бездоказательный, не основанный ни на каких вещественных доказательствах, с попыткой лишний раз дискредитировать действующие миротворческие силы в лице России, в лице режима Асада. Спасибо. Эксперты Организации по запрещению химического оружия продолжают расследование всех предполагаемых случаев применения химического оружия в Сирии. Недавно по приглашению сирийского правительства эксперты миссии ОЗХО посетили Дамаск. Таким образом, сирийское правительство сотрудничает с миссией ОЗХО, а сейчас ОЗХО помогает Дамаску уничтожить два оставшихся объекта по производству химического оружия. Всего их 27-25 уже уничтожены. Евгений Петрович, почему вот эта серая зона, непроверенная ОЗХО, не вызывает озабоченности у Запада? На кнопочку нажмите. Серая зона, я имею в виду то, что подконтрольна оппозиция, вот эта территория, где может быть реально химическое оружие. Я думаю, что это совершенно естественно, учитывая, ну, во-первых, наши отношения с Соединёнными Штатами, в первую очередь, дискредитация идёт не только по Сирии, по Украине, по любым другим направлениям. Везде виновата Россия, виноват лично Путина вообще, чтобы в мире не происходило. Циклон, ураган, там, в Техасе бензоколонка взорвалась, всё равно виноват Путин и Россия. А Сирия – это такой настолько яркий пример, что тут грех американцам не воспользоваться и не попытаться возложить всё вино. Вы понимаете, вот с точки зрения здравого смысла, вот я как военный человек, я вот не понимаю, АСАД, успехи правительственных войск в Сирии, ну, как говорится, в поле, они очевидны. Да, при поддержке России, да, при поддержке Ирана, но всё равно, рано или поздно, ну, если только американцы грудью не встанут в Эдлибе на защиту вот этих всех, так называемых, умеренных оппозиционеров, то всё равно они рано или поздно будут уничтожены. Поэтому смысл сирийскому правительству использовать химическое оружие, то есть подставлять себя под какие-то, так сказать, обвинения, санкции возможные. Не вижу смысла. Совершенно очевидно, что это всё, так сказать, провокации, причём провокации, которые никто не хочет расследовать. Американцы блокируют любые здравые предприятия. Вот что предлагает Россия? Давайте создадим комиссию ОСХО, ООН, заинтересованные страны. Механизм есть в ОСХО, есть инспекционные подразделения, инспекторы с богатым опытом работы в Ираке, в Ливии, где угодно. Мы в своё время посылали туда своих офицеров. Есть силы, есть средства, есть опыт, есть всё, что нужно. Нет, расследование ведётся из кабинета в ГАГе на основе каких-то там, я не знаю, сообщений в интернете, какие-то там каски голубые, которые вещают, или белые каски, которые вещают из Лондона, опять же, на основе совершенно непроверенных данных по телевизору. Демонстрируются, ну, совершенно вопиющие кадры, когда там после атаки Зарина бродят без масок, без спецодежды, без спецкостюмов какие-то там люди, которые ощупывают ОСХО. Ну, цирк и детский сад. Но американцам это всё равно нет, и всё. Вот во всём виновата Россия. Ну, что здесь можно сказать? Я думаю, что весь этот цирк будет, конечно, продолжаться, но у меня есть твёрдое убеждение, что всё-таки есть масса здравомыслящих людей, особенно в Европе, которые понимают всю-всю беспощенность и этих обвинений, и реально, кто за этим стоит. Спасибо большое. Вчера постпред США при ООН Ники Хейль обрушилась критикой на Россию за якобы препятствие в принятии Советом безопасности ООН заявление, осуждающего применение химического оружия на территории Сирии. Вот последний случай в провинции Либ. США всеми силами пытаются бездоказательно возложить ответственность за химические атаки на правительство Асада и одновременно на Россию. В конце прошлой недели в западных СМИ прошла публикация о том, что Соединённые Штаты как раз подозревают Сирию в разработке химического оружия, и президент Трамп готов применить военную силу для предотвращения этих химических атак. Андрей Вадимович, не кажется ли вам, что Соединённые Штаты как-то очень целенаправленно готовят провокацию, может, бомбить Асада хотят? Знаете, я бы сравнил бы эту ситуацию по химорожию в Сирии с отношением к российским спортсменам Кореи. То есть тут уже неважно, был допинг, не был допинг, даже если судебные и спортивные инстанции говорят, что российские атлеты чисты, всё равно их не допускают. К сожалению, вот эта инерция такого подхода, презумпция виновности, она присутствует и в сирийском случае. Если говорить конкретно о президенте Трампе, то вот, собственно, скоро будет год после того, как Трамп применил оружие в Сирии против правительственного аэродрома в связи с тем, что якобы Асад использовал химическое оружие. Тогда тоже, с моей точки зрения, никакого рационального объяснения такому применению не было. То есть не было необходимости, потребности. Асад не спасался в бункере в Дамаске, режим не висел на волоске, напротив. Режим тогда ввел наступательные операции. Но, тем не менее, Трамп, я думаю, может быть, под влиянием момента, может быть, под влиянием каких-то своих советников, нанес ракетный удар там агавками по военному аэродрому. Собственно говоря, этим всё и закончилось. И я хорошо помню, что тогда многие наши коллеги в странах залива говорили, что это вообще какая-то поворотная точка в американской политике, в Сирии, что Соединённые Штаты сейчас представят какую-то стратегию, свой план урегулирования, причём не только в Сирии, но, может быть, всего Ближнего Востока. Мы убедились в том, что за этой акцией, строго говоря, ничего не последовало. И серьёзно ни на военную ситуацию, ни на политический расклад сил вот эта акция не повлияла. Она лишь повысила неопределённость, она создала дополнительные препятствия на пути регулирования. При этом я бы ещё бы отметил, что всё-таки, вот здесь уже коллеги говорили об, так сказать, такой антироссийской настроенности американской политики на Ближнем Востоке, в Сирии, всё-таки вот здесь, мне кажется, мы должны учитывать нюансы, потому что есть соглашение трёхстороннее, российско-американское и орданское, по юго-западу Сирии при участии Израиля, она подписывалась, потом создавался центр мониторинга в Омане, и, в общем-то, она работает. В общем-то, процесс деэскалации продолжается. То есть нельзя сказать, что мы с американцами только конфликтуем. Есть элементы сотрудничества, и мы, конечно, надеялись, что вот эти элементы будут расширяться. Американцы получали приглашение, и в Астану их звали, и, по-моему, в Сочи их тоже звали. Но, к сожалению, вот здесь проявляется такая непоследовательность, возможно, ведомственная, нескоординированность американской политики, которая, конечно, объективно вредит не только нам, она вредит всем. Она приводит замешательства и противников Соединенных Штатов, и их союзников тоже. И вот сейчас мы говорим о химическом оружии, но я хочу напомнить, что одновременно Соединенные Штаты грозятся выйти из многостороннего соглашения по иранской ядерной программе. А что это значит? Это означает, что они будут подталкивать Ирана к тому, чтобы Иран стал производить ядерное оружие. Кому до этого будет лучше? Поэтому мне кажется, что сейчас говорить о какой-то последовательной, взвешенной, пусть даже и жесткой, стратегии Соединенных Штатов в отношении России не приходится. Мне кажется, что в этих условиях, конечно, нам надо делать основной акцент, наверное, все-таки на сотрудничество не только с Соединенными Штатами, но и другими постоянными членами Совета Безопасности ООН. Здесь и китайская позиция близка к нашей. Но даже, в общем, я бы сказал бы, что европейские постоянные члены Совета Безопасности ООН и Франция, и Великобритания, они высказывают определенную беспокойность вот таким радикализмом в американской позиции. То есть здесь, мне кажется, есть некое поле для нашей дипломатии, хотя, конечно, достаточно ограниченное. А, с другой стороны, активизация. Можно, Александр, добавлю буквально одну минутку. Мне кажется, что вообще все действия американцев сейчас нужно рассматривать в контексте их внутриполитической возни вот этой. Ведь даже вот Андрей Вадимович упомянул, вот в Шейхун удар по базе. Ведь наши военные проанализировали все это дело. Во-первых, количество ракет, которые заявили американцы, не совпадало с теми ракетами, которые действительно приземлились там или достигли цели. Куда делись остальные, совершенно непонятно. Во-вторых, уничтожили очень аккуратно. Там стояло несколько самолетов, которые совершенно уже были непригодны для использования, просто металлолом. И один капонир, который тоже предназначался для капитального ремонта. Вот уничтожили хлам, короче, помойку. Ни одного объекта на этой авиабазе, действительно, хорошего, ничего не уничтожили. То есть, мне кажется, что даже этот удар какой-то такой постановочный, это не то, что вот эмоциональный Трамп взял там и отдал приказ. Наверное, все это было просчитано. Вроде как решительность проявил. И, с другой стороны, ничего, никакого вреда особого не нанес, кроме так прополиандистского. Но, с другой стороны, вот сейчас активизация усилия Соединенных Штатов по дискредитации роли России в сирийском урегулировании началась вот перед Конгрессом национального примирения в Сочи. И вот сейчас продолжается. Ну, правильно. Извините, хозяин горы и вдруг оказался неудел. Вроде все без него проходит. Мало того, что там Иран злобный участвует, Россия. А тем более, сами уже заявили, что они всех победили. Да, и еще союзник. Турция там вдруг ни с того ни с сего выступила вроде как без разрешения Соединенных Штатов. Я бы тоже на их месте, так сказать, был страшно разозлен, рассержен и делал все, чтобы опорочить. Алексей Владимирович, очень коротко. На кнопку только. Здесь все-таки нужно обратить внимание на тот аспект, что, приводя пример Сочи и перекладывая ответственность на плечи России и правительственных сил Сирии якобы на применение ядерного оружия, здесь в данном контексте пытаются дискредитировать и сам общесирийский национальный конгресс. То есть все, кто сегодня работают в ключе стабилизации, на самом деле якобы держат за спиной топор, который периодически применяют. То есть американцы здесь, выливая помой, переворачивая все с головы здоровой на больную и больной на здоровую, пытаются все-таки притормозить тот процесс, который происходит. Исподволь, как бы косвенно, но тем не менее создать вот такое мнение общественное о нелегитимности всех процессов, которые Россия проводит на территории Сирии. Это нужно понимать. Спасибо большое. Весной 2014 года под эгидой ОЗХО начал действовать совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев примирения химического оружия в Сирии. В ноябре прошлого года не удалось продлить мандат этого совместного механизма. Российский проект резолюции в ноябре был витирован в США, Россия трижды отвергала американский проект резолюции. Антон Юрьевич, почему не получается договориться о работе этого, ну, вроде бы казалось, очень важного механизма. Насколько обоснованы претензии России к американскому проекту резолюции? И вообще, вот хотелось бы, чтобы Вы, как специалист, оценили качество работы этого совместного механизма, пока он действовал. И что? И сказали о том, что Россия предлагает. Ну, дело в том, что совместный механизм, в отличие от миссии ОЗХО, обладает правом назначать ответственных или виновных в фактах применения химического оружия. Дело в том, что, несмотря на то, что у совместного механизма есть такое право, тем не менее, юридических последствий такое право нести не должно. И в итоге мы видим ситуацию как раз очень сложную, связанную с тем, что по результатам расследований совместного механизма начинают применяться юридические последствия. Ну, например, Соединенные Штаты в 2016 году на основании выводов, которые были сделаны совместным механизмом, ввели санкции против представителей Сирии. И целый ряд разных документов, в частности, решения с Исполнительного совета ОЗХО, в частности, вот последнее, значит, партнерство против безнаказанности в Париже тоже в качестве аргументации использовали результаты работы совместного механизма. Россия с самого начала, как только начали выходить первые отчеты совместного механизма, критиковала эти результаты. Ну, очень много было разных аспектов, значит, включая отсутствие мотивации у сирийской стороны применения химического оружия, значит, отсутствие нормальных сирийских показаний, невыезды на места применения химического оружия, вплоть до таких курьезных фактов, когда емкость с отравляющим веществом попадает на кухню жилого здания через вентиляционный воздухаул. Но, тем не менее, самым ключевым оказался последний отчет, это седьмой отчет, который должен был быть представлен Совету Безопасности 6-7 ноября. На нем имеет смысл остановиться чуть подробнее, но, тем не менее, коротко. Значит, в качестве обоснования вины Сирийской Арабской Республики совместный механизм предлагает несколько ключевых аргументов, которые совместный механизм считает абсолютно доказанными. Первое. Самолет сбросил боеприпас на Хан-Шейхун с 6.30 до 7.00 утра 4.00 апреля. В это же самое время по навигационным картам известно, что сирийский самолет находился в непосредственной близости от Хан-Шейхуна. На чем сделаны эти выводы? Первое. Это видео, на котором видны 4 источника дыма на фоне домов Хан-Шейхуна. Сказано, что это видео достоверное, и они не подвергались никаким изменениям. То есть, силу определенного физического доказательства имеет. В чем смысл этого доказательства? На самом деле совместный механизм проверяет метаданные видеофайла и смотрит, производились не снижениями манипуляции. Манипуляции не производились, значит, этот файл не подвергался изменениям. Однако, сам же совместный механизм говорит о том, что эти метаданные могут быть изменены, если вы, например, на своем мобильном устройстве установите нужную дату. Например, сегодня 10 апреля, вы установили 4 апреля. Сняли какое-то видео, отправили его, и на основании этого делается вывод. Но совместный механизм уже столкнулся с такой же ситуацией и в третьем своем отчете наоборот обосновывал, что два видео, которые были сняты на месте применения химического оружия, одно было снято двумя днями позже, а одно было снято днем раньше. Это в соответствии с метаданами. На что совместный механизм сказал, ну да, данные были изменены, но тем не менее это не влияет на, так сказать, качество расследования. Ну как же не влияет, но влияет. Кроме этого, других доказательств нет. Плюс еще имеются показательские свидетельства. Кто-то слышал шум двигателя, кто-то слышал взрыв, но никто из свидетелей не видел самолета, который наносил бомбовый удар по Хан Шейхун. Кроме того, есть целый ряд разных свидетельских показаний, которые почему-то совместный механизм не привел и которые противоречат тем выводам, которые были сделаны совместным механизмом. Например, есть свидетельские показания, которые были приведены миссией ОЗХО, о том, что существующая система оповещения, которая предупреждает жителей города о налетах авиационных, молчала в это утро до 11 часов, когда официально, по данным сирийского правительства, официально наносились удары по боевикам недалеко от Хан-Шейхуна. Следующее. Самолет сирийской авиации действительно в это утро бомбил два объекта, два самолета, бомбили два объекта в Кафар-Зайте и в Тал-Хаваше. И самое близкое расстояние, на котором был самолет, это был 5 километров от города. Российские специалисты сказали, что да, теоретически возможно, чтобы боеприпас достиг центра города с этого расстояния, с высоты 4000 метров, это предельная высота для нанесения прицельного бомбометания. Однако в это время, в соответствии с навигационными картами, самолет шел по касательной границе города. То есть центр города находился под углом 90 градусов от него, сбоку. И чтобы нанести такой бомбовый удар, для этого нужно бомбу со скоростью несколько сот кмитров в час выпросить сбоку самолета, что физически невозможно. Был один момент, когда самолет находился носом к центру города, но при этом он совершал поворот, и по навигационным картам видно, что это была плавная дуга с радиусом 3 километра, которая нигде не нарушается. И в этот момент самолет находился на расстоянии где-то 9-10 километров, и бомба достичь центра города не могла. Таким образом, физической возможности для нанесения бомбового удара этим самолетом просто не было. Что еще? Совместный механизм говорит, воронка от взрыва была нанесена авиационной бомбой. В качестве доказательств приводится мнение экспертов. Первое же доказательство, которое озвучено военными экспертами, которое приводит сам же совместный механизм, говорит о том, что воронка после того, как был нанесен авиадуар, была изменена, ее вид был изменен. Но послушайте, тогда это означает, что все рассуждения экспертов относятся к той воронке, вид которой был изменен по отношению к той, которая в реальности образовалась. Кроме того, что мы видим в воронке? Металлический кусок, покрашенный, как, так сказать, боеприпас, и наливной узел, в который, как правило, наливается отравляющее вещество, если это авиационный химический боеприпас. Однако, почему-то этот наливной узел находится прямо в воронке. Но если сила взрыва была такова, что она вырвала наливной узел из боеприпаса, то этот наливной узел должен был улететь на достаточно значительное расстояние. И в воронке никак он оказаться не мог. Если же взрыва не было и бомба просто упала, то вся бомба должна была находиться на этом месте. Но совместный механизм проявляет определенную объективность и рассматривает разные варианты. Могло это образоваться в случае, если это был, например, реактивный снаряд, или могло это быть в случае, если это было самодельное взрывное устройство. И везде совместный механизм говорит, что нет, такого не может быть. Аргументы. Например, это не может быть реактивный снаряд, потому что после взрыва не образовалось характерных остатков после реактивного снаряда. Позвольте, но на месте этого инцидента не образовалось характерных остатков после авиационной бомбы. Например, хвостовое оперение. Все люди, которые знают, которые понимают, как работают боеприпасы, специалисты по боеприпасам, знают, что между взрывным веществом И хвостовой частью боеприпаса есть еще отравляющее вещество жидкое, которое принимает на себя энергию взрыва, и хвостовая часть, как правило, всегда остается целой вместе с стабилизаторами. Ее там нет. Бомба всегда раскрывается как цветок, то есть она изнутри разрывается, и такая лепестковая форма. Нет там таких остатков. Тем не менее, в случае реактивных боеприпасов, да, нет характерных, и можно отвергнуть эту версию, а в случае, например, с авиационным боеприпасом, эта версия почему-то проходит. То есть получается, что совместный механизм и структуры скорее вредные, чем полезные, потому что подтасовывает факты? Вы знаете, я вот вам приведу просто еще один пример. Например, 247 человек обратилось после этого инцидента в госпитале с жалобами и с симптомами отравления от отравляющего вещества. Значит, из этих 247 человек, да, обращались они в основном в период с пол-седьмого до семи. Но самое интересное, что 57 человек обратились до этого времени, 10 человек плюс к ним обратились в госпиталь, который находился в 125 километрах, в 7 часов, но в госпиталь, который в 125 километрах. И еще 42 человека обратились тоже в 7 часов, но в госпиталь, который находился в 30 километрах. Таким образом, 44% обратившихся в госпиталь за помощью полностью противоречат той версии, которую рисует совместный механизм. И 44% – это не статистическая погрешность, это проблема в тех выводах, которые совместный механизм делает. Вы спросили, является ли вредный, значит, механизм. Я отвечу так. Я не исключаю, что совместный механизм мог подвергаться давлению. Ведь не секрет, что после инцидента в Хан Шейхуне целый ряд разных стран заявил о том, что вина лежит на сирийском правительстве. Но ведь он должен быть независимым механизмом. Тем не менее, я полагаю, что в данном случае независимость его находится под сомнением. Почему? Потому что качество вот таких расследований, которые осуществлял совместный механизм, было исключительно низким. То есть профессиональная компетентность была низкой, и технические и научные аспекты были крайне неудовлетворительными в этих отчетах. Тем не менее, возможно, что предполагалось, что написав такой отчет, они могут не встретить соответствующих возражений. И тем не менее, вроде бы и работу провели. Тем более, что первая часть отчета признает как бы российскую точку зрения. Умхоши. Ведь это Россия предоставила доказательства того, что в Умхоше было применено химическое оружие. И там ответственной была назначена исламская группировка. Вроде бы и Россия немножко, вроде бы и для всех остальных стран удовлетворили. И полагали, что, наверное, с этим никто не будет разбираться. Тем не менее, Россия заняла очень принципиальную позицию. Да, понятно, почему Россия заняла эту позицию. И в данном случае мириться с существованием именно такого совместного механизма было категорически нельзя. Тем не менее, Россия ведь предлагала его модернизировать. И, собственно говоря, российские предложения не несли в себе ничего сверхъестественного. Это, первое, географический принцип. Зачем он нужен? Если у вас нет географического принципа, значит, нет и доверия к международной структуре. Только географический принцип, который закреплен, кстати, в документах ООН, и предполагает вот эту высокую степень доверия к международным структурам, тем более, которые касаются возложения вины на какую-то сторону. Спасибо большое. Комментарии какие-то будут или к вопросам? Коллеги, пожалуйста, у нас не так много времени, поэтому поднимайте руки, представляйте, задавайте свои вопросы на первый ряд стратегии развития Эдуард Сахин. Меня интересует, дело в том, что Россия выполнила свои обязательства по утилизации химического оружия. Меня интересует, а Соединенные Штаты пошли по другому пути. Они стали складировать, хранить, которое рано или поздно может быть опять применено. Как это отражается на национальной безопасности России? Путин уже выступал по этому вопросу, сказал, что мы сделали, потратили деньги у Соединенных Штатов, на это денег нет. Как это отражается на национальной безопасности? И как, собственно, вот то, что вы говорите, это информационная война, элементы информационной войны. Извиняюсь, нас давят, бьют. Теперь, что делать с этим вопросом? Насколько это химическое оружие может, ну, скажем так, при нынешних угрозах сыграть роль негативную? Евгений Петрович, на кнопочку. Да, вы знаете, вот этот вопрос, он, вот с моей точки зрения, он очень серьезный. Я помню, вот в начале 2000-х годов мы проводили очень интенсивные консультации с американцами по поводу уничтожения химического оружия. Да, они оказывали нам помощь, ну, у нас были претензии, потому что, когда подписывалась конвенция, мы подписывали, мы предупреждали, Россия предупреждала, что у нас денег нет, это конец 90-х годов. Нам все время говорили, Запад нам поможет, вы не волнуйтесь. Потом начались проволочки, но, тем не менее, финансировали, и американцы внесли свою приличную долю. Но мы достаточно подробно обсуждали все процедуры, графики, и американцы тогда нам говорили, ну, вы учтите, русские, что если вы будете тормозить, там, под, ну, любыми объективными, субъективными, денег нет, там, строительство затягивается, мы тоже будем тормозить, потому что мы не можем допустить ситуации, когда вот мы будем уничтожать, а вы будете тормозить, и у вас будет... Вот сейчас сложилась ситуация, что американцы там, по-моему, 94% уничтожили, а 6% не уничтожили, мы уничтожили все. Построили, ну, на этих построенных заводах у нас хорошие, причем уникальные технологии изобрели. Я не химик, поэтому не буду распространяться, какие, вот Антон Юрьевич, наверное, если необходимо, расскажет. Но, а американцы говорят, а мы не можем, у нас денег нет, не успеваем, не можем. И вот тут закладывается такое подозрение, что они на всякий случай решили у себя чуть-чуть оставить. Пусть, как говорят, как наши братья украинские, чтобы было, на всякий случай. И я знаю, что, например, у наших военных вызывает это очень такие... Обстановка очень тревожная, отношения далеки от таких партнерских. И когда Соединенные Штаты оставляют у себя определенное количество отравляющих веществ, химического оружия, это не может, не беспокоит. Кстати, некоторые американцы, вот, я беседовал, ну, правда, уже с отставными военными, дипломатами, они говорят, да забирайте это химическое оружие, уничтожайте сами. Я говорю, да сделайте официальное предложение, заберем, заплатите, уничтожим. У нас мощности есть, все. Нет, ничего не делают. Поэтому я говорю, что тут очень серьезно. Я отношусь к этому очень серьезно. И считаю, что дело не в отсутствии там финансирования, не в старых технологиях, просто американцы... Потому что сначала начали говорить 20-й, потом 21-й, последняя цифра, которую я слышал, 25-й год, они говорят, вот, завершим. Потом 30-й возникнет. Ну, в общем, это... То есть, получается, американцы нас опять обманули? Естественно, естественно. Ну, давайте по очереди, Антон Юрьевич, Куртску, потом Алексей Владимирович. На кнопочку нажмите. Необходимо понять, что Соединенные Штаты вынуждены были начать процесс уничтожения химического оружия, потому что у них возникла очень серьезная проблема. Первое. Ракеты с химическим оружием были сделаны из алюминия, и они начали очень интенсивно корродировать ракеты с Зарином. Второе. У них начало уменьшаться количество стабилизатора в реактивном топливе для этих ракет, и начали возникать риски массовых взрывов. Поэтому это для них было просто жизненно важно. Значит, с того момента все наиболее опасные боеприпасы были уничтожены, и, в общем-то, такой прямо остроты у них сейчас нет. Но в то же время американская программа уничтожения подверглась резкой критике за применение технологий сжигания. Это как раз то самое, о чем Евгений Петрович говорил. Когда американцы хотели нам помогать, они предложили свои технологии, а Россия сказала, что нет, подождите, у нас есть свои, лучше. Американцы долго сомневались, потом начали финансировать, в том числе и наши, так сказать, один объект они финансировали, с применением наших российских технологий. Но в течение времени американцы начали закрывать свои технологии сжигания и начали переходить на технологии мокрого уничтожения, так называемого, которые, в общем, напоминали российские технологии. Но сейчас у них такой остроты нет, и возможно, что внутренние ситуации, требующие более экологически чистых технологий, начинают у них доминировать. Но самое главное, что в этой ситуации Россия выглядит, как страна более ответственная, более ответственно подходящая к своим обязательствам по запрещению химического оружия. А у Соединенных Штатов в этом смысле образуется определенный моральный, так сказать, пробел. А когда Россия уничтожала свое химическое оружие, у нас были вот такие же риски, как у американцев с боеприпасами? Российская программа создавалась на 10-15 лет позднее, это первое. И второе, российское химическое оружие было сделано необыкновенно качественно. И поэтому таких рисков у Российской Федерации просто не было. Понятно. Алексей Владимирович, на кнопочку и микрофон на себя. Вообще, что касается темы дезактивации химического оружия, разоружения в рамках РСНД, многие аспекты, которые сегодня должны были подойти к финишной черте, американцам на сегодняшний день не выполнены. И двойные подходы здесь наводят больше на мысль не на том, что у них не хватает денег. Возьмем бюджет в соотношении на 2018 год на оборону у американцев и у нас. У нас 46 миллиардов долларов, у них 700 миллиардов долларов. При этом они нас считают врагами. И международные договоренности, которые в рамках международного права обязательны вне зависимости от смены правительств, курсов, режимов, президентов, обязательно к исполнению. Американцам исполняются очень с такой серьезной оглядочкой. Например, разоружение по средствам доставки ядерных боеприпасов воздушного базирования. У них зачастую считается, что если сняли определенную деталь прицела с бомбардировщика Б-52, то уже как бы на этом они докладывают, что все, провели работу, как угроза данный доставщик уже нельзя рассматривать к применению. То же касается и вообще системы уничтожения химических боеприпасов. Если взять вообще по миру, Россия участвовала не только с сирийскими боеприпасами в истории с уничтожением. Уничтожала свое, помогала китайцам, когда японские самураи в ходе Второй мировой войны очень большое количество химического оружия захоронили в реках на территории Китая. Есть проблемные вопросы с боеприпасами в Балтийском море, в Баренцевом море, в северных территориях, которые вроде бы имеют официальные данные, а вроде как бы не имеют. И американцы при всех их возможностях никогда не участвуют в подобных мероприятиях совместно. И имея огромнейший бюджет, возможностей, технологии, самое главное желание военно-промышленного комплекса в этом поучаствовать, все время натыкаются на политические препоны. И здесь нужно рассматривать, что не выполнено обязательство перед Россией, это прежде всего политический такой барьер, который не дает решения до сих пор. Потому что если бы американцы хотели бы это отрегулировать, они бы отрегулировали. Представьте обратную ситуацию, если бы они захотели вооружиться, помешала ли им какая-то технология производства или какие-то недофинансирования. И средства нашлись бы, и технологии были бы созданы, и структуры под это сформированы. Поэтому все это на самом деле на всякий случай, если вдруг. А теперь задумайтесь, вот мы с вами говорим о ситуации в Сирии. У нас химического оружия нет. У Сирии химического оружия нет. А на складах террористов возникают боеприпасы, начиненные химическими компонентами. То есть вы намекаете, что это может быть американской? Я не намекаю, я прямо говорю. Я не для того, чтобы тут домыслами заниматься. Если у нас не осталось, и у сирийцев не осталось тогда, как химические компоненты попали в зону боевого конфликта. Точно так же, как и остальное американское оружие. А теперь пусть американцы скажут, что оно не могло туда попасть. Потому что, допустим, мы, участвуя в наблюдательных комиссиях за выполнением американцами своих обязательств, зачастую обнаруживаем совсем не те показатели, которые они официально заявляют. Делайте выводы, господа. Получается, с химическим оружием нас обманули, с разоружением, с договором РСМД у нас тоже не все. Слава Богу, Россию обвиняют в его нарушении. 5 февраля это была дата, когда Россия и США должны были выйти на количество боезарядов, указанных в договоре СНВ-3. Андрей Вадимович, ну уж начали говорить по вопросам разоружения не только химического, но давайте, может быть, и пару слов про ядерное, скажем, тем более принята новая ядерная доктрина Соединенных Штатов. Пожалуйста. Я только позволю себе еще добавить к тому, что сказал Алексей Владимирович по поводу источников. Я задавал этот вопрос американцам и получил ответ, ну, наверное, о котором вы можете догадаться. Есть такая конспирологическая теория о том, что сейчас резко расширилось военно-техническое сотрудничество между Северной Кореей и Сирией, а Северная Корея располагает арсеналом химического оружия, и что оружие идет оттуда, из Пхеньяна. Насколько это возможно технически, у меня есть сомнения. Но, тем не менее, здесь наши американские коллеги стараются снять с себя ответственность за возможное распространение химоружия. А вообще, вот то, что вы говорите, ядерное, химическое, мне кажется, что вот это одна из тенденций последних даже не лет, а десятилетий. Вот химическое оружие всегда оставалось в тени ядерного, считалось, ну, ядерное страшное, апокалиптическое оружие судного дня. А вот с химией у нас все более нормально. Есть договор, есть уничтожение, там, не знаю, сколько там, 92%, 95% было уничтожено. Но при этом все-таки не надо забывать, что химическое оружие, ну, во-первых, это оружие дешевое. А еще есть биологическое. Да, и биологическое, и радиологическое, но химическое, оно самое старое из всех этих типов, оружие массового уничтожения, как минимум с Первой мировой войны. Есть данные о том, что англичане применяли его и раньше, во время Бургской войны, так сказать, некоторые наши историки полагают, что даже во время Крымской войны была попытка не очень удачно использовать химическое оружие. Вот, но это оружие не только самое старое и самое дешевое, но оно реально применимое. То есть ядерное оружие после Хиросимы и Нагасаки не применялось ни разу, а химическое оружие постоянно применялось, причем и в гражданских войнах. И особенность в том, что это оружие, которое реально использовали террористические группы уже. Вот использование химического оружия в токийском метро, пожалуй, самый такой случай классический. Но, возвращаясь к теме ядерного оружия, мне кажется, что вот та опасность, которая сейчас вот буквально уже висит над нами, это вообще полный развал всего режима контроля над вооружениями, особенно двустороннего российско-американского. И, конечно, если не удастся сохранить договор по СМД, то под вопросом будет и договор СНВ-3, а это значит, что вот вся эта инфраструктура с механизмами верификации, с каналами коммуникации, с контрольными показателями, вся она ставится под угрозу. Ну вот на данный момент, мне кажется, что все-таки договор СНВ-3 воспринимается в американском истеблишнете как важный, как элемент национальной безопасности. Соединенные Штаты, с моей точки зрения, не планируют выходить за его рамки, но, к сожалению, вот общая политическая атмосфера, она может привести к тому, что даже оставаясь в количественных показателях этого договора, Соединенные Штаты могут в итоге из него выйти. Или де-факто, скажем, перестать на него обращать внимание. И тогда у нас будут проблемы, связанные не столько с количественной гонкой вооружения, сколько с качественной гонкой вооружения. Тем более, что, как все мы знаем, на протяжении последних десятилетий, фактически начинает стираться грань между оружием массового уничтожения и конвенциональным обычным вооружением, то есть высокоточные системы, вот этот глобальный удар, это, конечно, снижает порог войны. И тенденция эта не может не вызывать озабоченности, поскольку она долгосрочная, она продолжается, и, к сожалению, в этом смысле администрация Трампа она не помогает делу, а, скорее, осложняет наши проблемы. Спасибо. Еще какие-то комментарии будут? И к следующему вопросу. Коллеги, чтобы вопросы закончить, да, пожалуйста, на второй ряд. Суд востоковедни, Батархан Фасик, пожалуйста. Спасибо большое. Первый вопрос, уважаемому Картанову. Скажите, пожалуйста, вы упомянули о слабости или вообще об отсутствии координации между американскими ведомствами. Вчера, наверное, министр обороны заявил о готовности к нанесению удара по действиям сирийской армии. Это вообще возможно второй раз? А если это возможно, и в данном случае вопрос будет к господину Бужинскому. По каким целом, если у вас есть предположения, могли наносить этот удар? И третий вопрос, уважаемые специалисты по химическому оружию. Скажите, пожалуйста, а террористы имеют возможность производить химическое оружие, химическое оружие, о котором сейчас говорят? Газ, Сарин или я сейчас не очень хорошо знаю? Спасибо. Знаете, если очень кратко, мне кажется, что у Трапа нет политики в Сирии. То есть нет своей стратегии, нет своего видения решения сирийской проблемы. То, что мы видим сегодня со стороны Соединенных Штатов, это инерция подхода Обамы. То есть много говорилось во время избирательной кампании, что Обама не прав, что надо менять. Но принципиальных сдвигов в американском подходе к сирийскому конфликту я не вижу. За исключением того, что, конечно, Обама никогда не переходил красную линию и не наносил военного удара по территории, контролирующейся Дамаском. Он тоже грозился. Но грозился, да. Но, тем не менее, тут Трамп действительно отошел от его наследия и даже выполнил свои обещания, сказал, что он будет жестко. Но, в принципе, мне кажется, что есть инерция подхода. И вот вы говорили о ведомствах. С моей точки зрения, то, что мы видим, это то, что решение относительно конкретных действий на территории Сирии принимает не Государственный департамент, а Пентагон. То есть, Извините, не Обама, конечно, Трамп. Вообще, вот если посмотреть на состав администрации, конечно, военные – это один из таких наиболее значительных источников кадров для администрации Трампа. И мы видим, что в Сирии сейчас главную роль играют военные. Это понятно. Потому что им надо принимать решение там, что там дипломаты думают или не думают, а военные на местах. Это не всегда плохо. Вот я еще раз хочу сказать, что есть соглашение по Юго-Западной Сирии. В общем, это соглашение в целом выполняется. Но, конечно, не дело военных вырабатывать политическую стратегию. И здесь я вижу большие проблемы и для американских потенциальных противников, и для американских сторонников. И еще есть одно отличие, о котором вы, конечно, знаете, но я хочу его еще раз подчеркнуть, что для президента Трампа и его команды главная проблема Ближнего Востока – это Иран. Не ИГИЛ там, не кто-то еще – это Иран. И в этом отличие от его предшественников, поскольку Обама все-таки старался с Тегераном начать диалог, ну и, в общем, не без успеха. Спасибо. Вы знаете, я, ну, с определением целей, это, знаете, целей объектов по производству химорожей в Сирии нет, это доказано, ОСХО, объектов хранения тоже вроде как нет. Поэтому какие-то цели придумать, я думаю, американцам будет трудно. Потом я все-таки верю в благоразумие американских военных. Мэтью сможет, конечно, делать такие дежурные заявления. Вот Андрей Вадимович упомянул, там договор СНВ, что там могут выйти американцы. Вы знаете, кто самый ярый противник выхода и прекращения действий? Это Пентагон. Потому что они понимают, что вот отпустить русских на свободу, без инспекций, ну, во-первых, огромная бюрократическая машина в Америке. Вот по, вот это агентство, по верификации, оно там очень много людей работает, созданы, поэтому все это ликвидировать они вряд ли на это пойдут. Ну и потом я говорю, что оставить нас без контроля, американцы только в кошмарном сне могут себе представить Пентагон. Вот поэтому я думаю, что все сохранится. Так же и в Сирии. Ну, наносить удары по объектам Сирии, по сирийским объектам правительственным, ну, можно нарваться на конфликт с нами. Причем нарваться, если, так сказать, продолжать вот эту, недавно доктрину они вот эту ядерную выпустили. Американцы понимают, что любой конфликт с нами, они любят, конечно, повоевать на удаленных театрах где-нибудь на чужой территории, но они понимают, что конфликт, вооруженный конфликт с Россией может перерасти вообще-то, эскалация, она делает такое. Потом можно нарваться на такой ответ, что всем будет не по себе. Поэтому я думаю, что все-таки все эти заявления, они носят такой угрожающий, устрашающий характер, но фактически пойти на прямое столкновение, потому что все понимают, что правительственные войска, АССР за спиной стоит Россией. Тем более, что там наша группировка, наша авиационная группировка, наш спецназ до сих пор там работает, морская, ну, там пункт еще пока не база. Я думаю, что так и останется, пункт материально-технического обеспечения. Но, тем не менее, это вступить, это риск конфронтации с нами, причем военной конфронтации. Антон Юрьевич. Вопрос по возможностям террористов иметь химическое оружие. Для того, чтобы обладать химическим оружием, необходимы три составляющие. Первое – это компетенции, то есть знания и люди, которые этими знаниями обладают. Второе – это материалы. И третье – это оборудование. Что касается компетенций. После того, как в результате американского вторжения в Ирак практически все басисты вынуждены были покинуть ряды вооруженных сил и военной промышленности Ирака, практически все они влились в ряды исламского государства. Весной, в начале 2015 года в районе города Масула при атаке на боевиков исламского государства был убит Абу Малик. Это один из достаточно высокопоставленных инженеров, который в Ираке осуществлял производство химического оружия на одном из главных заводов по производству химоружия в Мутане. Это высококлассный специалист. И необходимо иметь в виду, что к моменту завершения программы химического оружия в Ираке было более двух тысяч высококласснейших специалистов. Вообще, иракская программа была одной из самых развитых на Ближнем Востоке. Это что касается этого. Поэтому я полагаю, ну это не я полагаю, это все эксперты сходятся в этом мнении, что у террористов на территории Ирака и Сирии есть огромный людской потенциал, способный воплотить компетенции в химическое оружие. Второе. Я, кстати, два года тому назад написал статью, где показал, какие возможности у террористов есть по возможностям с химическим оружием. И там четко и подробно рассказывается, какие производства находятся на территории Сирии и Ирака, которые могли бы быть использованы террористам для получения материалов, пригодных для создания химического оружия. Однако, учитывая прозрачность границ этих двух государств, полагаю, что и доставка, нелегальная доставка таких материалов совершенно спокойно возможна. Ну, вернемся к совместному механизму. Вот он в своем отчете пишет, что применение втористого водорода для производства Зарина указывает на высокую компетентность, на сложность производства и указывает на тип производства заводской. Абсолютно не соответствует действительности. Возьмите химическую литературу, почитайте. Там написано, что применять втористый водород в производстве Зарина – это самый простой, самый дешевый и самый легкий для лабораторного использования способ. Вы втористый водород можете получить воздействием серной кислоты на плавиковый шпат, который вы забили. Там несколько заводов, которые плавиковый шпат перерабатывают. Но проще всего зайдите на Алибабу, алибабаком, и там вы увидите, что продажа втористого водорода осуществляется партиями от 1 килограмма до 20 тонн. То есть вам не продадут партию, если вы будете, например, просить меньше 20 тонн. Вот больше 20 тонн вам продадут. Поэтому это тоже не является проблемой. Что касается оборудования. Да, для производства химического оружия требуется, как правило, оборудование, которое имеет высокие коррозионные свойства. Однако известно, что иракцы в своей программе при необходимости использовали абсолютно обычное оборудование без всяких коррозионных свойств и через 2-3 цикла просто его выбрасывали. Поэтому говорить о том, что у террористов есть какие-то проблемы в получении или производстве химического оружия, это по меньшей мере безответственно. Спасибо. Коллеги, еще вопросы остались? Да, пожалуйста. Представьтесь. Анатолий Саушкин, «Еженедельник Звезда». Как уже сказал уважаемый эксперт, у террористов имеются богатые арсеналы химического оружия. Скажите, пожалуйста, почему обвинения идут только в адрес правительства Сирии? Почему, на ваш взгляд, доказательств вообще никаких об использовании не правительством Сирии, а боевиками Сирийской свободной армии этого оружия? Их вообще нет. И третий вопрос. Все, достаточно. Кто готов? Почему у наших спортсменов нет доказательств, что применяют домик? Все равно говорят, есть подозрения, а вот мы считаем, что вы применяли. А где доказательства? А нам не нужны доказательства. То так же и здесь. Зачем какие-то доказательства, если американцы... Вообще американский подход, я часто сталкивался. Мы говорим, представьте доказательства. Нет доказательства. Тот же вот нарушение РСМД. Trust us. Мы знаем, о чем мы говорим. Верьте нам. Доказательства представить не можем. Но верьте нам, мы знаем, что так оно и есть. Вот стандартный довод. Вспомните, в период администрации Обамы информирование журналистов осуществляла Джейм Саки. И когда ей задавали вопрос, представьте доказательства, она говорила, нам известны, это социальных сетей. Для чего это делается? Выработана совершенно новая технология дезинформации населения для создания общественного мнения. Ну, простой пример, вот, как про вмешательство русских в выборы президента Соединенных Штатов. Заседание Конгресса, разведсообщества, там, всевозможных экспертов. Но, 3000 человек видели летающую тарелку, но представить ее существование не могут, да? Так и с этим. Но, конечный итог, когда 9 месяцев народу США говорят, русские нарушают наши права, русские вмешиваются в наши выборы и так далее, и так далее, в конечном итоге Соединенные Штаты переходят к возможным последующим шагам разного плана, начиная от олимпийских сборных, но самое страшное, идут на нарушение международного законодательства, когда фактически захватывают генконсульство на территории Соединенных Штатов. В соотношении с этим поступком, нужно помнить, есть в международном праве казус Белли, который дает право на применение в ответ всех форм воздействия до объявления войны. Это право заключено Конституцией в правах нашего президента, как верховного главнокомандующего. Но, тем не менее, эта ситуация создается. Точно так же, когда нас по принципу волк, 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 его нет, он раз появился, объявляют, что мы виноваты в одном, втором, третьем, не предъявляя никаких доказательств, через какое-то время, участвуя в беседе с сенаторами США, задаешь, откуда вам это известно? И говорят, ну все же знают. Понимаете? То есть никаких доказательств нет, но все же знают. Вот аргумент. И поэтому здесь, планируясь производству та или иная операция, точно так же, как планируется боевое обеспечение любой операции, планируется информационное обеспечение, чтобы создать устойчивое мнение. Как вот вспоминали белые каски, да? Как налет на школу. Помните, да, когда якобы налет произошел, белые каски сообщили, предоставили фото, видео, да? А эксперты говорят, а так вот ракета не попадает в этот домик и так вот дырень есть, а все парты все на месте. Понимаете? Но тем не менее, после этого, говорят, напали же вооруженные силы Сирии, нанесли удар. Понимаете? Это дезинформация с целью введения в заблуждение и создание общественного мнения. Вы это должны понимать. Пожалуйста. Ну, почему Соединенные Штаты обвиняют правительство Асада, это понятно, потому что оно считает правительство Асада врагом для себя, и это естественно абсолютно. Но здесь возникает очень большая неприятность, которая может привести к плохим последствиям. Что я имею в виду? Когда международные организации подменяются прямыми обвинениями, это приводит к разрушению определенных международных механизмов. В частности, мы с вами говорим о механизме запрещения химического оружия. И ключевой момент здесь заключается в том, чтобы соответствующие структуры, которые наделены полномочиями, действовали, и их действия были правильными, выверенными, и которые бы обеспечивали доверие к работе этих структур. А смотрите, что получается. Вот сейчас про белые каски было упомянуто. Значит, Россия в УМХОше зафиксировала случай применения химического оружия, отобрала образцы, целый ряд доказательной базы, представила в организацию по запрещению химического оружия. Полгода ОЗХО не могло сформулировать решение, было применено там химическое оружие или нет. Зато, когда в Ханши-Хуне произошел инцидент с химическим оружием, буквально через там, менее чем через 10 дней уже на сайте ОЗХО висело решение генерального директора о том, что было применено химическое оружие. И это было сделано фактически на основании тех данных, которые предоставили белые каски. Получается, что такая структура, как ОЗХО, это структура, которая, так сказать, ответственна за реализацию режима запрета химического оружия, доверяет белым каскам, которые запятнали себя работой с исламским государством, с террористами, доверяет им больше, чем Россия, которая всегда стояла на защите этих структур и этих механизмов. И всегда имела твердую принципиальную позицию по запрету химического оружия. Поэтому я полагаю, что вот подобного рода недальновидные шаги могут привести к эрозии и разрушению современных механизмов по запрещению химического оружия. Спасибо. И у вас еще, да? Последний вопрос, пожалуйста. Спасибо большое. Вопрос Андрею Вадимовичу. Андрей Вадимович, вы сами, конечно, глубоко понимаете, что Сирия – это вопрос геополитический. И как Сирия становится на мирный рельс, так и появляются химические оружия. Это, кажется, третий раз по счету. Значит, это появляется как раз после Сочи. А успех Сочи, на мой взгляд, заключается в том, что, первое, создается комиссия по разработке Конституции, второе, включена в решение сирийского вопроса та сила, которая была отстранена уже семь лет, а это спящее большинство сирийского народа. Они имеют реальные возможности и, думаю, и шанс включиться в мирный процесс. Значит, создается уже в России новый шаг по реализации мирного процесса на сирийской территории. Готовы ли американцы или вообще коллективный Запад отступать от Сирии? Потому что Сирия все-таки – это вопрос стратегический, еще раз подчеркиваю. Спасибо. Вы знаете, я довольно много обсуждал с американскими коллегами вопрос о Сочи. И, конечно, у них много подозрений было всегда и опасений относительно Сочи. Ну, например, была такая точка зрения, что Сочи – это попытка вообще уйти от Женевы. Ну, вот, значит, в Женеве тяжело, поэтому Россия хочет иметь свою карманную структуру, значит, которую она может использовать как угодно. И Сочи – это как раз пример. На базе Астаны, Сочи. Вот. Есть такая точка зрения, что вообще затея Сочи – это попытка как-то изолировать Соединенные Штаты, вытеснить их не только из Сирии, но, может быть, даже из региона. Ну, мне кажется, что вот эти взгляды, они не соответствуют действительности. И наше руководство всегда очень четко говорило о том, какие задачи у этого Конгресса в Сочи. Мы никогда не ставили под вопрос ценности Женевского процесса. И президент Российской Федерации говорил о необходимости политического регулирования, о необходимости конституционной реформы, о необходимости проведения свободных выборов в Сирии под эгидой Организации Объединенных Наций. То есть все правильные слова, они были сказаны. Поэтому подвергать их сомнению, ну, с моей точки зрения, никаких оснований нет. Но если говорить о вот ситуации на данный момент, мое такое личное мнение, что сейчас больше всего американцев беспокоит конфликт с конкурсии, потому что это южный фланг НАТО, поскольку есть, к сожалению, возможность столкновения. И вот это новое размежевание, это, конечно, большая проблема для американской дипломатии, для американской внешней политики. Сейчас, когда читаешь комментарии американские по поводу Сочи, там очень много таких злорадных с интенцией на тему того, что, ну вот, не все приехали, так сказать, кто-то в последний момент отказался, вообще это все не получилось, из Сочи вышел только пшик, тогда возникает вопрос, а чего вы хотите, если вы радуетесь тому, что кто-то не приехал в Сочи, что там не было тех людей, которые могли бы туда приехать. Соединенные Штаты тоже участвуют в женевском процессе и несут ответственность. Соединенные Штаты тоже являются постоянным членом Совета Безопасности ООН, и, конечно, Сирия, это в том числе и проверка на американское лидерство, потому что, если вы ничего не можете, не хотите, выступаете в роли, так сказать, используя модный термин спойлера, тогда о каком лидерстве Соединенных Штатов вообще может идти речь. Вот это, мне кажется, серьезный вопрос, и я позволю себе вот свою точку зрения высказать. Я считаю, что Соединенные Штаты в обозримом будущем, скорее всего, не будут укреплять свои позиции ни в Сирии, ни в Ближневосточном регионе в целом. И Соединенные Штаты не проявили пока что никакой заинтересованности в том, чтобы участвовать в поствоенном восстановлении Сирии. А как же конфликт с Турцией? Ну, конфликт с Турцией, он и есть конфликт, то есть он не предполагает активного американского участия в восстановлении региона. Конфликт с Турцией, конечно, я не думаю, что он приведет к выходу Турции из НАТО, но это большой удар по единству Североатлантического Альянса, и он таким останется. Пока существует расхождение, пока Соединенные Штаты продолжают поддерживать курдов, конечно, конфликт он был, есть, я думаю, что еще долго он будет. Но вот той лидирующей роли Соединенных Штатов в регионе, на которую рассчитывали, очевидно, скажем, в Израиле или, может быть, в консервативных монархиях Российского залива, мы не видим, она не складывается, по крайней мере, на данный момент. А если говорить о мире в Сирии, то мне кажется, что здесь надо, помимо тех, кто там уже работает, надо, конечно, подключать других игроков, которые могли бы сыграть более активную роль на новой стадии сирийского развития. И в первую очередь я считаю, что мы должны более активно работать с Европейским Союзом, потому что Европейский Союз, в отличие от Соединенных Штатов, очень заинтересован стабилизацией ситуации. Это и беженцы, это и соседство, это восточное Средиземноморье. Поэтому мне кажется, что вот в дальнейшем надо идти по пути расширения коалиции заинтересованных стран с подключением к этой коалиции, настолько, насколько это возможно, ведущих стран Европейского Союза. Ну и Китая, конечно, тоже. Спасибо. Ну что ж, будем заканчивать. Я благодарю наших гостей за интересный разговор. Ждем вас на нашей площадке. Всего доброго. До свидания. Спасибо.